Зрители, это новый выпуск по Clash Royale, я нахожусь на основе, вчера у меня так и не получилось запилить ролик, я давно не заходил на основу, уже хочется поиграть, хотел, думал, поводом будет поиграть легендарный сундук, открыть заодно поиграю, но, к сожалению, легендарных сундуков у меня в магазине не было, то есть спецпредложение на твинке появилось, а на основе не было вчера и до сих пор сегодня тоже нету его. Некоторые писали, подписчики, что у них тоже есть, у кого-то нету, в общем, я не понимаю, что это за спецпредложение такое. Короче, ладно, сегодня я хочу протестить колоду Лава Шар Фриз, я вообще не люблю Лава Шар, воздухом редко играю, но мне интересно поиграть именно конкретно этой декой с Фризом. Эту деку я взял в ТВ Рояль, 4.0 Элика, короче, предлагаю перенестись в Глобал и посмотрим, на что способна эта колода. Также, ребята, я думаю, что я буду усердно апать кубки на основе, также усердно проходятся гранды, фармится золото, мы взяли такую недельку перерыва с Димой, теперь будем продолжать фармить золото, у меня же также и осталась цель нафармить 5 миллионов золота, вот, поэтому мы продолжаем эту рубрику, в скором времени буду записывать гранды, но пока буду катать Глобал. И, собственно, к чему это я? Пишите в комментариях, с какой бы вы хотели декой, чтобы я в Глобале провел онлайн-катки, заодно, возможно, вам будет интересно, ой, надо было улучшить духов, посмотреть, как с этой декой сыграю я, заодно я подниму немножко трофеев, пишите, какую колоду вы хотели бы видеть на практике, как с ней играть. Так, я даже не знаю, духов давайте, блин, вот, какая-то все равно странная дека немножечко у меня, вот, ну, работает, пока работает, просто мало дефа, мне кажется, только миньончики, пламенный, духи и валька, то есть, ну, фриз как бы да, но иногда, знаете, хочется какого-то юнита выкинуть. Так, миньонов сразу, потому что сейчас 3 миньона или что-то лучницы, вот, хорошо, миньоны на себя приняли урон, и минус сразу же его Горгик. Запа у него не было, он его слил, так, ну что, сейчас будем готовить атаку, наверное, справа, Лава Шарф, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, пропускаю, друзья, пропускаю, потому что Лаву выкинул, а он в этот момент мини-пеку, я думал, он не будет мини-пеку просто в соло выбрасывать, я не думал, что он такой додик. Так, ладно, давайте здесь духов огненных, блин, жаль, жалко, что, жалко, что валька вперед вышла. Ну ладно, так, забрасываем шар, он тратит лучниц, и сейчас еще накроем это все фризом. Так, а может и не будем фризить, зачем фризить, да? Итак, шарик долетит. Да, долетает шарик, этого достаточно, чтобы забрать вышку. Так, ну что ж, запускаем теперь, нет, вышку, блин, не забрали. На эту сторону Лаву, на эту сторону Пламенного Дракона, готовим стрелы, выбрасываем стрелы. Сейчас, скорее всего, полетит зап, нет, не прилетает нам зап. Слушайте, блин, а я тупанул, мы же не забрали вышку, надо крутиться до стрелы, я что-то завтыкал. Так, ну здесь фризанем в любом случае, да ему нечем дефать Лаву Шар, реально. У него лучницы и ледяной колдун. Он лучницы сливает, а, не, стоп, еще три миньона, почему нечем? Есть чем. Так, ну все, у меня фриз, он за это время не успеет меня забрать. Я забрасываю сюда вот так вот со стрелы. И, а ну, успею я, смотрите, словить Корги Гааа, а нет. Думал, предикт сделать. Ну, в принципе, против Корги Гааа, да, нормально. Но это не такой скилловый был соперник, поэтому поехали дальше в следующую каточку. На самом деле, с фризом играть, ну, это больше фан, мне кажется, чем какая-то профессиональная колода, потому что, какие деки с фризом я могу выделить популярные? Это хок, фриз, мини-пека, да, с принцессой. Кладбище, фриз, шарик, фриз, разные есть комбинации и вариации. Вот, ну, конкретно с лавой, если честно, я впервые вижу, да, лава, фриз. Не, ну, может, до этого были. Это три мушкетера против нас. Смотрите, быстрее, быстрее, шарик. Ну, че ты, ну, чуть-чуть, на одну клеточку ближе подлетел бы и нанес бы гребаный урон по этому сборщику эликсира. Против нас три мушкетера. Против нас три мушкетера. Блин, у нас нету ни фаера, ни че, но у нас есть хотя бы Валя. Валя, это хорошо. Закидываем, наверное, лаву. Пускай втанковывает урон. Таран. Таран, таран, блин. Вальку, блин, сливать придется сейчас. Давайте здесь миньонов. Вот они, три мушкетера. Блин, и куда вот выбрасывать юнитов? Не понимаю. Так. Давайте здесь так. Просто, не, ну, тут реально запа не хватает. Тяжело будет мне выиграть, тем более по эликсирую. Видим, что соперник в плюсе. Блин, пламенный сдох. Жаль, 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 жаль. Так, чем он будет контрить? Ордой мух. Ну, давайте кидаем стрелы. Кидаем стрелы. Я, скорее всего, трем мушкетерам проиграю. Вот. Потому что... Слишком... Вот у него много байта на спылы. А у меня из спылов получается... Не, ну... Я имею ввиду спылы, которые наносят урон. Из спылов только стрелы, да? Фриз хоть бы и считается заклинанием, но... Ну, ладно, посмотрим. Может быть, кстати, на данном эликсире у меня все получится. Так. Давайте забрасываем лаву. Так. Что он сейчас выбросит? Здесь давайте трех миньонов. Ага. Он ставит, короче, этот... Он ставит сборщик. Окей. Закидываем шар. Закидываем шар. Блин, валька. Здесь огненные духи. Пошли. Так. Сейчас зафризим. Сейчас... Не, фризить не будем, блин. Жаль. Жаль, что не будем фризить. Так. Но шарик... Смотрите, сколько нанес урона. Прикольно, прикольно. Так. А что? У нас вроде бы получается. Вроде все окей. Ага. Все окей. Да не все окей. Фризим. Фризим. Валька. Так. Огненные духи. А мы не забрали вышку, пацаны. А мы не забрали вышку. Да не, я не могу. Я не могу, ребят, играть. Один хп остался. Один хп. Я не могу играть против трех мушкетеров этой декой. Нет. Именно этой декой не могу. Тем более, вот когда один хп. Ну ладно, я там бы даже если бы добил бы вышку. Да. Просто слишком много байта. Там всякие миндионы, банда, летучая мышь. У меня как бы есть Валька Фриз. Ну камон. Он не выпускает их так, чтобы я задефался и перешел в контратаку. Он в основном... Да, я вот сейчас только сейчас понимаю. Надо было как-то выжидать его атаки, а потом контратаковать. Короче, не получалось у меня ничего. Ладно. Надеюсь, больше трех мушкетеров не подберется. Гигант. Идет на меня гигант. Зачем я сплит сделал? Ладно. Тогда мы выбросим пламенного вот здесь. Так. Валькирию приготовим на случай, если там... Ага, вот на этот случай. Так. Ёптик. Что это такое? Давайте фризим. Фризим, потому что если я не фризану, то меня сейчас пропушат. Отлично. Дефаем, дефаем. Он запнул. Но, по-моему, он мимо пламенного или нет. На этого додика я выиграю. Короче, не знаю, ребят. Напишите в комментариях, как бы вы сыграли против трех мушкетеров. Был ли у меня шанс там выиграть. И где у меня были ошибки. Э, чё? И что это будет? Завис интернет. Кстати, надеюсь, не лагает. С утра у меня вообще интернет нормально работает, а под вечер просто какой-то кошмар. Так. Миньонами, да, будем забирать? Ага, я понял. Давайте сюда-сюда подходи. Да не успел я, а. А что у него пламенный? Ой, этот громовержец. Блин. Да что у меня зависает? Как можно играть с такими лагами? Ну, капец, ну. Хорошо, ладно. Да ну не, ну камон, перестань. Бесишь. Ребят, у меня то же самое. То есть у вас на экране то же самое у меня на планшете. То бывает наоборот, всё. У вас лагает на экране, а у меня нет. Как я люблю наш интернет просто. Ну чё, нельзя вот сделать нормальный интернет, за который мы платим хорошие деньги. Так, и чем мне вот сейчас дефать? Смотрите, у меня на руках стрелы, блин. Ооо, жесть. Просто жесть. Фриз. Фриз. Сука, и они все играют с рейджем. Вот эти элитки. Просто их хер остановишь. Хер остановишь. Ещё подкинуть этот рейдж. Всё, мчатся. Они на пути всё сносят, ломают. Когда ты играешь с элитками, хрен дойдёшь к вышке. Так, забрасываем пламенного. Здесь мы выбросим лаву. Опять? Да я ж только их задефал. Опять фриз? Да ты чё? Как? Я ж только их задефал, сука. Ну я ж только их задефал. Ну как это получилось? Опять прокрутился он до элиток. Ну жесть. Так, ладно. Подкидываем шарик. Сейчас с помощью шарика фриза будем забирать его. Готовим сейчас фриз. Вот сюда вот выбрасываем фриз. Шарик, давай. Я надеюсь на тебя. Надеюсь, что ты две тычки сделаешь. И мы забираем эту грёбаную башню. Да, мы забираем. Так, мы давайте здесь выбрасываем пламенного. Нам надо крутиться до валюхи. Здесь мы кинем стрелы. Кидаем стрелы. Здесь лава. О, дурачок. Он сплетанул элитных варваров. Вот приколист. Так, здесь валькирия. Так, и нам нужен шар. Блин, как же до хера эликсира мне приходится тратить. Вот. На фриз не хватает просто. Готовим сейчас фриз. Давай, давай, выбрасывай что-то. Ну здесь вот фризуем. Оп, отлично. И смотрите, какая прекрасная атака у нас. Доходит шарик и забираем вышку. Но опять-таки я повторяю, что с фризом играть интересно. Но это больше фан, чем профессионализм какой-то. Просто, ну я мало знаю популярных колод, которыми бы реально врывались в топ. Есть, конечно, несколько колод, но они не такие распространенные, как вот, к примеру, предыдущая дека от Гигант Римушкетера. Вот эта дека реально популярна с фризом. Я бы не сказал, что очень популярна, но мне понравилась. Мне понравилась по фану, но все равно неудобно. С этой декой играть я не буду. Предлагайте свои колоды в комментариях. Я обязательно с ним и сыграю, если комментарий какой-то наберет много лайков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Спасибо вам за просмотр. Ждите, еще сегодня будет выпуск по моему Твинку. Я желаю вам удачи, хорошего, друзья, настроения. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok